МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наглядно демонстрирует. Национальные границы и культурные различия совсем не мешают дружбе и взаимопониманию. Но песни и народные танцы, конечно, далеко не самый главный повод собраться прогрессивным молодым людям со всей планеты. И пусть красный цвет их пролечной униформы так и не стал основным цветом праздника, но смысл этого события все равно остались революционными. Как и один из официальных символов 19-го фестиваля молодежи-студентов. Образ героя кубинской революции Эрнеста Че Гивара. Он всегда говорил, что Родина и смерть – это был его истинный лозунг, истинный призыв до победы всегда. Дочь легендарного команданта Че Алейда – вся делегация, прилетевшая с Острова Свободы. Борцы за независимость из Шри-Ланки, Пуэрто-Рико, Аргентины, Палестины, десятков других стран в компании с российскими комсомольцами – с одной стороны. А с другой – делегаты, что держались в стороне от политики. Мол, как бы чего не вышло. В октябре 2017-го российский Сочи стал центром одного из самых неоднозначных событий планетарного масштаба. И мать продолжает собой, и сердцу тревожно в груди, И Ленин такой молодой, и любви от каждого и дни. И что уж греха таить. Хотели, как всегда, дать молодым просто хлеба и зрелища. Вроде и этого вполне достаточно будет. Но все пошло не совсем по плану. Ведь исторически это фестиваль левых политических сил, для которых подойдет и главная площадь страны, как в 1957 году, и брошенный аэродром, как в 2013-м, и самый дорогой российский курорт. Красные в адвере! Красные в адвере! Олимпийские объекты после завершения всех праздников нередко приходят в полный упадок. Стадионы в Калгаре, Сараево, Афинах или Монреале постепенно разрушаются. Давать им вторую жизнь дорого, поддерживать на всякий случай еще дороже. И в этом отношении сочинским объектам повезло, потому что именно здесь состоялось еще одно крупное международное событие. Фестиваль молодежи и студентов 2017. На их родине рвутся снаряды, боевики запрещенные ИГИЛ терроризируют мирных жителей, а города лежат в руинах. У каждого из этих молодых людей на сирийской войне погибли друзья или родственники. Некоторые только перед самым вылетом в Россию сменили боевую разгрузку на праздничную одежду. Но сейчас нужно петь и танцевать. Они научились ценить каждую минуту мирной жизни. Делегаты из Сирийской республики четко, на собственном опыте понимают, что такое империализм и ведение гибридных войн чужими руками. Однозначно, это по нашему мнению, однозначно это США. Это первый, это мозг, это все, это он рулит. Они рулят, они отправляют людей, они все делают. Джабра Махуль учится в Москве на программистах. Уверен в победе сторонников действующего президента Башара Асада. И полагает, что фестиваль – это еще одна международная площадка, на которой можно рассказать всю правду о трагических событиях на его родине. Каждый день фестивальной повестки был посвящен проблемам того или иного континента и самых горячих точек планеты. Советский Союз в прошлом и Россия в настоящем всегда поддерживались и поддерживают право палестинского народа на его самоопределение и создание независимого государства со столицей Иерусалима. В первый день фестиваля палестинцы потребовали поднять их знамя как равноправного участника форума. Обстановка в зоне арабо-израильского конфликта остается очень сложной и проявлялась даже на фестивале дружбы в Сочи. Международная повестка дня занимала важнейшее место в секторе, где проходили дискуссии под эгидой Всемирной Федерации Демократической Молодежи. В дискуссиях и встречах принимали участие политические активисты из десятков стран мира. Вот этот 74-летний мужчина борет за независимость Пуэрто-Рико – Оскар Ривера. Всего пять месяцев назад его освободили из американской тюрьмы, где отсидел 35 лет по обвинению в закупках оружия и взрывчатки. Половину срока он провел в одиночной камере, без права переписки с семьей. Выжить мне помогла любовь. Самое главное для человека – иметь цель в жизни. А душевное здоровье мне позволило сохранить любовь к родине и цель – достижение независимости Пуэрто-Рико. В работе фестиваля приняли активное участие лидеры Коммунистической партии России и на одной из дискуссионных площадок перед молодыми людьми выступил Геннадий Зюганов. Мы давно пришли к выводу, без социализма, без справедливости, без дружбы народов, без равных возможностей для молодых людей учиться, трудиться, открывать неровозморное решение ни одной проблемы. Без социализма планета будет обречена. Лидер российских комсомольцев Владимир Исаков в дни проведения фестиваля работал на износ. Участие ленинского комсомола в дискуссиях для него – проверка готовности организации к четким, скоординированным действиям. Было сложно, но справились, поясняет Владимир. Ребята не подвели. Мы сейчас находимся не в тепличных условиях. У нас нет кабинетов, целых учреждений, помещений таких. Нет вообще такой инфраструктуры, ресурса, которая была по понятным причинам, это была правящая структура у советского комсомола. Мы находимся в непростых условиях. Во враждебных. Да, давайте скажем откровенно, во враждебных условиях. Нас просто так не запустят в школу, в институт. Никто не даст нам провести там комсомольский вечер. У нас по понятным причинам в организации нет там каких-то, знаете, мажоров, там, иждивенцев. Вот. Приходят, а это простые ребята. Старшие школьники, студенты, молодые рабочие. И большинство из них их объединяет, они находятся, да, в поиске. Вот почему смысловые мероприятия с живой дискуссией и мнениями из разных стран для таких молодых людей, как глоток свежего отдыха или стимул к развитию. А еще объяснение, почему в мире все происходит так, а не иначе. Коммунисты стали жертвой ревизионистских настроений, а коллаборационисты и нацисты представляются спасителями нации. Говорится о том, что молодежи следует думать только о развлечениях, не задумываться об истинных ценностях, думать только о том, за какую команду болеешь. Одновременно всячески распространяется дух потребительства во всевозможных реалити-шоу и с помощью СМИ. Говорится, что заниматься политикой скучно. Эта дискуссия посвящена антикоммунистической пропаганде. Именно на ней произошла словесная перепалка между делегатами из Индии. Участники из проправительственной организации обвинили индийских коммунистов в том, что они позорят Родину. Представители правящей индийской партии, которые, скорее всего, попали на фестиваль, как и многие некоммунистические партии, благодаря всем нам известному и искусственному расширению состава всех делегаций. Он понимает, на каком фестивале он находится? Я хочу поддержать нашего корейского наградора и напомнить, что если вы не являетесь сторонником для этого и коммунистических идей, вам не следовало отказаться от участия в этом фестивале. Вы, пожалуйста, учтите, что не только вы, как правящая партия, имеете право решать, кто позорит Индия, кто нет. Ибо не исключено наличие версии, кто правящая партия позорит Индия, а не наоборот. И это касается обмени России и всех обстоятельствах. Один из наших активистов недавно был убит, а представители правящей партии обвиняют в этом нас. Но внутри нашей страны у нас все знают, что он был убит фашистами нашей страны. Но сейчас они не приводят никаких фактов, они просто высмеивают это. И на смешке это самая легкая форма антикоммунизма, рассказывают делегаты из разных стран. И в Европе, и в некоторых странах Ближнего Востока деятельность Компартии пытаются ограничить на законодательном уровне. Пропаганда пытается представить левых как маргиналов. Используются и самые изощренные технологии манипуляции общественным сознанием. Наш армянский товарищ подсказал, что антикоммунизм российских СМИ препятствует интеграционным процессам на Советском Союзе. Потому что единственная сила, которая ведет Армению, Азербайджан, Грузию, Украину в единое государство, это советские программы, это советское восприятие. И советское прошлое. И советское прошлое. А антикоммунизм и фальсификация советского прошлого отторгает их. Сложным в мире остается и положение женщин. Эта проблема тоже активно обсуждалась в дискуссиях. В Латинской Америке левые борются с мочизмом, то есть излишне агрессивным мужским поведением. Дискриминацию женщин депутат Госдумы Нина Астанина видит и в политической жизни России и других стран. Не надо кого-то там углажать пособием, надо бороться с властью, которая плодит эту нищету и не желает, создавая видимость улучшения положения женщин. Она тем самым все дальше и дальше загоняет ситуацию в тупик. Нам нужна другая власть. И не только нам в России, на всей планете не случайно женщины призывали к всеобщей женской забастовке в марте 2018 года. От локальных забастовок к революционным преобразованиям. В год столетия Октябрьской революции левые снова говорят о таких технологиях смены политического строя на всей планете, которые позволят в короткие сроки развернуть политику всех стран к интересам простого человека труда. Мы никогда не согласимся с тем, что революция – это некое абстрактное зло. Всегда при анализе нашего прошлого должны учитываться позитивные аспекты. Нельзя демонизировать революцию. Есть страны, где никогда не было революции, но там люди погибают, воюют, там голод, болезни, социальное неравенство. Весь комплекс социальных проблем. По мнению левых, во всем мире сейчас происходит откат назад, к дикому капитализму. Процессы глобализации усиливают расслоение общества. А распад Советского Союза стал поводом для постепенного свертывания социальных проектов и в странах золотого миллиарда. Мы-то, в отличие от других участников, предлагаем не точечно решать проблемы путем волонтерства и решения конкретных проблем, а менять эти проблемы в глобальном масштабе, на уровне мира, на уровне государства. Потому что бедность победить каким-то одним проектом, какой-то материальной помощью, слабо защищенным категориям невозможно. Плохая новость в том, что большая часть молодежи всеми силами избегает участия в политических мероприятиях. А хорошее – вопросы о социальной несправедливости все равно возникают даже у самых аполитичных людей. Эта девушка пришла на одну из дискуссий и уже после заседания вступает в оживленные с Порском самольцами. Меня не трогайте, да? То есть мою себя не трогайте. Дайте мне возможность работать, зарабатывать. Я четко понимаю, что в моей старости не будет ни прийти, ни бесплатного. Характерное поведение. Заметив, что попало в одних тех телекамеры от публичных высказываний, делегат фестиваля отказывается. Мол, как бы чего не вышло. Я отлично знаю, как работают СМИ, как это монтируется и вырезается. Вырезается. Вот так, за несколько минут острого разговора, главные лозунги фестиваля – «За мир и дружбу» уступают место привычным для человека страхам и подозрениям. Даже в том редком случае, когда политика их прям интересна. А за пределами «Красного сектора» кипела совсем другая жизнь. Для того, чтобы точнее передать атмосферу какого-нибудь события, корреспонденты переодеваются, машут кувалды и меняют прически. Даже рубрика такая имеется – «Журналист меняет профессию». Я же попытаюсь поменять не профессию, а возраст, ну, скажем так, наполовину. Остается лишь определиться, кем я буду – комсомольцем или обычным российским студентом. Решение приму, как это модно нынче на телевидении – монеткой. Ну вот я так и знал – буду сам собой, только в два раза моложе. Так даже легче. Видел, да? Куда они поскачут, интересно? I'm sorry. Selfie with me. Thank you. Какая-то лекция скучная. Тут можно целыми днями ходить. Александр Сергеевич, здравствуйте. Поговорите со мной. И этот молчит. Куда эта очередь? Это робота. Это робота? Да, круто. И кто выигрывает? Как финал вышел? Ну и как впечатление? Студент из меня получился весьма легкомысленный. Но я уверен, современные молодые люди гораздо умнее меня. И фестивальное время потратили намного рациональнее. Я хотел попасть на Лаврова. На него я не попал, к сожалению. Потому что там все было занято с утра. И люди, по-моему, с пяти утра все занимали. Попал на предпринимательство несколько лекций. Попал на медиа новые по работе мессенджеров. Ну, по отмиранию старых СМИ там были темы. Я поговорил, как люди живут в других регионах. Чем они занимаются? Какие у них особенности? И, наверное, лучше стал представлять нашу страну и жизнь в отдельных регионах ее. Я побывала на всех мастер-классах, что связано с искусством. Потому что это связано с родом моей деятельности. Мы были на Безрукове. Программа очень понравилась. Полезный был диалог для нас, для всех. Эдгар Запашный произвел на всех впечатление. Вчера Герман Грех. Мы с ним побеседовали. Сегодня было море мероприятий. Сейчас бегу на закрытие. Нам дали билет. Мы счастливы. Попадаем на закрытие. Не могу сказать, что было что-то полезное. Но было приятно слушать мнения известных людей. Обсуждали тему культуры. Культура, свобода и ответственность. И заставила подумать и переосмыслить некоторые свои убеждения. Мы здесь также представляем наш журнал. Университетский журнал «Международник». У нас будет спецвыпуск. Основной вопрос номера – что нас объединяет? Все на этот вопрос отвечают по-разному. Информации очень много мы получили. Сейчас будем садиться обрабатывать. Посмотрим, что у нас получится. Шоу должно продолжаться. Пожалуй, это самое точное определение для стороннего наблюдателя. Режиссеры фестиваля будто соревновались в профессиональном мастерстве с организаторами Олимпиады 2014 года. И открытие, и закрытие сделали в виде грандиозного представления, от которого у любого участника дух захватывало. И словно появление белой вороны на этом празднике спецэффектов прозвучал голос президента Всемирной Федерации Демократической Молодежи Николаса Пападимитрио, который говорил о революции, социальной несправедливости, империализме. 100-й аниверситет Великой Октябрь-Социалистской Революции соединяет с 19-й фестивалем ютубов и студентов. Это значительно. На трибунах иностранцы яркие безрукавки, а красного сектора с комсомольцами для телекамер федеральных СМИ будто и не существует. Вот они, эксклюзивные кадры того, что не попало в официальное телешоу. Россия! Молодость! Социалист! После такого выступления на аналогичное представление по поводу закрытия фестиваля комсомольцам билетов уже не дали. Нашлись куда более приятные глазу статисты. А вот фестивальную демонстрацию, что организовали левые организации во второй день фестиваля, замолчать уже не смогли. Демонстрацию левых несколько раз переносили, меняли время, но она все равно получилась самым массовым мероприятием фестиваля. Артеста! Левистиста! Билла Куба! Реоли! Деркетты! Куба! 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 Они уже привыкли быть в меньшинстве и как будто ждут, что вот-вот их начнут задерживать полицейские, чтобы оформить очередной штраф или тюремный срок. Из них лишь делегаты из Кореи и Кубы не знают, что такое преследование за левые политические взгляды. А для всех остальных два часа свободы рядом с единомышленниками. Это, конечно, дорогого стоя. Машин не пройдет! Машин не пройдет! Машин не пройдет! Десятки площадок для ученых, деятелей культуры и образования, для выставок из российских регионов и вот этот, красный 12-й сектор. Место, которого старались тщательно избегать российские журналисты. Здесь шли политические дискуссии. Их не запрещали, но словно не замечали. Вот сейчас мы находимся в красном секторе. Там сектора различных коммерческих организаций, различных международных корпораций, различных государственных организаций. И у меня такое ощущение, что фестиваль, настоящая фестивальная жизнь обрела некое свое гетто. Не совсем так. Я бы сказал, что нынешний фестиваль еще интересен тем, что, может быть, не благодаря, а вопреки стараниям этих всех корпораций и определенных политических структур, он стал в одном медиа-центре такое маленькое отражение мира. По сути дела, у нас огромная экспериментальная площадка. Как убеждать все, как работать с молодежью, которая подвержена тому влиянию, которое создает капитализм, которое создает масс-медиа. Впрочем, официальные масс-медиа, конечно, постарались. Праздник без политики и показали в сотнях репортажей на всех российских телеканалах. Была попытка замолчать главные проблемы, прекрасно понимая, что сегодня империализм развязывает новые конфликты. Сегодня бушует всемирный кризис, который угрожает безопасности всех людей доброй воли. Накануне закрытия фестиваля, левые обсуждали итоговую резолюцию 19-го фестиваля молодежи и студентов. Документ выверяли до 2-х часов ночи, в острой дискуссии. В итоге решили остановиться на трех основных идеях. Во-первых, подчеркнули, что стержневой концепцией фестиваля была, есть и будет борьба с империализмом. Второй момент, который также нашел свое отражение в резолюции, это неприятие участия фестиваля ряда представителей крайне правых и профашистских организаций, которые, к сожалению, здесь оказались. Оказались не по воле организаторов со стороны Всемирной Федерации Демократической Молодежи. Были провокации, были стычки, но фестивальное движение еще раз показало, продемонстрировало, что эти силы на фестивалях неприемлемы. И резолюция говорит о том, что мы должны усиливать наш контроль над такими вот процессами и не допустить повторения таких явлений на следующих фестивалях. В-третьих, делегаты призвали поддержать оккупированные территории, назвав среди них Палестину и Западную Сахару, ведущую борьбу против марокканских властей. Особо в документе остановились на солидарности с Корейской Народной Демократической Республикой, в одиночку противостоящей США. И обо всем этом снова говорил президент Федерации Демократической Молодежи Николас Пападимитрио на итоговом фестивальном митинге. Это событие российские СМИ тоже предпочли не заметить. Наша борьба основана не только на критике. Она имеет конструктивный характер. Мы пытаемся создать новую ситуацию на всей планете. Ту ситуацию, которая обеспечит выживание всех людей, которая прекратит агрессию и эксплуатацию, разрушение планеты и человечества. Итак, за мир, солидарность и против империализма мы строим наше будущее. Да здравствует 19-й фестиваль молодежи и студентов. Да здравствует антиимпериалистическое движение всех народов. Объединенный народ не победит. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Редактор субтитров А.Семкин